Продолжение следует... Таким образом пройдем все разделы, те, которые традиционно были и относились к электронике, и использовали электрон, и те, которые в качестве носителя информационного сигнала, и те разделы, в которых электрон уже не используется. Вот, значит, один из традиционных разделов, где используется электрон, это, помимо вакуума, это и плазменная электроника. Плазменная электроника – это раздел электроники, изучающий процессы взаимодействия потоков электронов и ионов с плазмой и ионизированным газом в той же среде. В плазменной электронике используются эти процессы при создании устройств и приборов электронной техники. Вот здесь это все написано. Устройств приборов электронной техники – это газоразрядный лазер, ионные приборы, отображение информации, ионные приборы на углеродных нанотрубках, ртутные газоразрядные лампы, декатроны и так далее. Значит, я хотел бы обратить внимание ваше на два таких момента. Первый – это использование в электронной технике газоразрядный лазер. Это очень мощное, так сказать, сейчас оружие, в которое оснащены наши суда, наши, так сказать, другие изделия военной техники. И вот, значит, газоразрядный лазер – очень эффективное использование, его предусмотрено в различных системах вооружения. Хочу и обратить внимание ваше на новые направления. Значит, это ионные приборы на углеродных нанотрубках. Значит, вы знаете, что в 2010 году два физтеха, значит, Гейм и Новоселов, получили Нобелевскую премию за то, что они изучили, значит, возможности построения ионных приборов на углеродных нанотрубках. Это огромное достижение, это два самых молодых лауреата Нобелевских премий. И, значит, мы, вот, физтех, гордиться, что вот на физтехе выросли два таких незаварядных исследователя. Так, пойдем дальше. Значит, вот терротроны – это газоразрядные приборы для управления электрическим током с помощью напряжения, поданных на его электроды. Мощные терротроны предназначены для управления токами большой величины в устройствах электропитания и электропривода. Это в основном используются терротроны в системах, электрических системах, связанных с энергетическими преобразованиями электрического тока. Это железнодорожный транспорт, это, значит, различные, так сказать, системы управления, заводские системы и прочее, прочее. Вот такие мощные терротроны, они позволяют, значит, регулировать и перестраивать, значит, форму напряжения для конкретных систем. Ну и здесь уместно же указать на дикатроны. Дикатроны очень широко использовались еще недавно. Значит, это многоразрядный ионный прибор, плеющего разряда, предназначенный для счета импульсов, а также для коммутации электрических цепей. Вот они, значит, раньше были вот такие индикаторы, и были такие дикатроны. Это десятизначные, так сказать, числа для измерения электрических параметров цепей. Значит, дикатроны, значит, сегодня уже не используются, используются более удобные плазменные приборы. И среди этих плазменных приборов плазменная панель. Вот, значит, они, эти плазменные панели, менее мощные и более эффективные для отображения информации. Значит, газоразрядная индикаторная панель или плазменная панель – устройство отображения информации, использовавшие в своей работе явления электрического разряда в газе и свечения люминофора. Кстати, и эти принципы заложены сегодня без лучевых, нелучевых телевизионных трубок. Значит, это большое тоже достижение. Сегодня вы не найдете, значит, ни телевизор, ни осциллограф, ничего, который использовал электронно-лучевые трубки для преобразования записи информации. И это, значит, сократило габариты этих приборов и, значит, энергопотребление. Ну, и здесь отдельно можно рассмотреть такой прибор, как «Аркатрон». Значит, это прибор, который работает в импульсном периодическом режиме. Металлокерамическая оболочка делает возможную работу при повышенных температурах окружающей среды вплоть до 250 градусов. Это позволяет использовать «Аркатрон» в закрытых объемах с затрудненными условиями охлаждения. Вот такой вот «Аркатрон» на фоне, значит, электронных приборов, значит, полупроводниковых, электронных полупроводниковых приборов. Значит, мы сразу здесь отметим, что этот прибор гораздо более эффективен при высоких напряжениях, в высоких токах и прочее, прочее. Значит, полупроводниковые приборы, к сожалению, не конкурируют с «Аркатронами». Ну и здесь еще хотелось бы отметить, это газоразрядный лазер на СО2. Вот такой газоразрядный лазер на СО2, значит, подается в трубку, значит, СО2, азот, гелий. И, значит, здесь обычно для, характерно для квантовых генераторов, значит, отражатели в виде зеркал. Значит, эти отражатели создают генератор, который, значит, усиливается, и дальше идет излучение, значит, с высокой интенсивности. Настолько высокой, что, значит, сейчас созданы для нужд армии, созданы такие генераторы, которые являются одновременно мощным оружием. И они устанавливаются на быстроходные суда и, значит, являются важной единицей обороноспособности страны. Вот, значит, вы здесь видите, что СО2-лазер, у него вот резонатор, в котором, так сказать, идет раскачка. И вот, благодаря, так сказать, катодам, значит, формируется пучок. Этот пучок достаточно большой мощности, ну, для военных мы уже упомянули, но и в, так сказать, производственных интересах тоже создаются такие лазеры, которые обрабатывают материалы, обычно металлические материалы, обрабатывают для создания определенных конструкций. Непрерывные лазерные обычно возбуждаются в продольных трубках, леющего разряда, наполненной смесью СО2 плюс Н2 плюс гелий, для увеличения мощности излучения до нескольких десятков киловатт. Это позволяет сделать такая конструкция. Жидкокристаллические мониторы. Жидкокристаллические мониторы, значит, это сегодня основной вид, значит, используемых мониторов для преобразования информации. Эти же мониторы используются для управления, значит, кристаллами. Значит, обычно жидкокристаллические мониторы представляют собой матрицу, матрицу, вот видно здесь матрицу, каждый элемент которой – жидкий кристалл. Кристалли сами не светятся, они освещаются лампами. Под действием электрических сигналов кристаллы меняют свои оптические свойства, формируя на экране элементы изображения. Ну, вот такая вот картинка, она вроде бы для детей, но на самом деле, значит, она позволяет достаточно большое количество изображений сформировать достаточно оперативно. Значит, вот такие жидкокристаллические мониторы сегодня широко распространены в быту. Вот, в основе жидкокристаллических мониторов, значит, находятся жидкие кристаллы. Это фазовое состояние, в которое переходят некоторые вещества при определенных условиях. Жидкие кристаллы обладают одновременно свойствами тех же жидкостей, текучесть, так и кристаллические, так и кристаллов с анизотропией. По структуре жидкие кристаллы представляют собой дискообразные, состоят из жидкости, состоящей из молекул вытянутой или дискообразной формы, определенным образом упорядоченных во всем объеме этой жидкости. Наиболее характерным свойствами жидких кристаллов является их способность изменять ориентацию молекул под воздействием электрических полей. По типу жидкие кристаллы обычно разделяют на две большие группы – нематики, нематики и смектики. Значит, вот такие жидкие кристаллы, значит, они формируют мониторы. Вот, значит, жидкие кристаллы, вот они, материалы высокой текучести. Цветной фильтр. Значит, вот экран. И вот, значит, так вот и работает, создается жидкий кристаллический монитор. Вот, из жидких кристаллов. И изображение, значит, формируется на основе, значит, вот этих кристаллов жидких. И, значит, вот формируется изображение, способное, ну, будем говорить так, оживить и сделать работоспособным телевизионные экраны. И еще очень важное замечание. Значит, раньше, когда были у нас электронно-лучевые трубки, мы очень внимательно следили за тем, чтобы были правильные разверки, чтобы правильные расстояния были и так далее. Значит, сейчас перешли на новую идеологию. И она связана тем, что вместо лучей используют пиксели. И эти пиксели, значит, вот они здесь изображены, пиксели. Значит, вместо лучей используются пиксели. Это вот отдельные ячейки, которые могут, так сказать, благодаря тому, что их конструкция предусматривает различные использованные люминесцентные кристаллы, то вот этот каждый пиксель, значит, срабатывает по своему сигналу и, значит, формируется, вот здесь показано как, формируются плазменные панели. Вот такие плазменные панели, которые, значит, имеют красный люминофор, зеленый люминофор, синий люминофор. И вот эти три луча, значит, в разной интенсивности, значит, формируют изображение. Каждый пиксель формирует свой участок изображения. И вместо, значит, лучей и в электронно-лучевых трубках используются локальные пиксели, которые в дальнейшем вот эти проектируются на экран. И, значит, это позволяет сделать более эффективным передачу изображения и формирование изображения на экране. Вот такие плазменные панели формируются вот из отдельных пикселей. Вот это огромный вот плоский экран, который сейчас незаменимый, так сказать, атрибут телевизионных, значит, приборов. Значит, вот он состоит из таких пикселей. Вот из таких пикселей. Значит, в итоге плазменный экран формируется таким образом, из пикселей. И, значит, формирование изображения в плазменном дисплее происходит в пространстве шириной примерно 0,1 мм между двумя стеклянными пластинами, заполненной смесью благородных газов, ксеноном и неоном. На переднюю прозрачную пластину нанесены тончайшие прозрачные проводники или электроды, а на заднюю ответные проводники. Подавая на электроды электрическое напряжение, можно вызвать пробой газа в нужной ячейке, сопровождающий излучением света, который формирует требуемое изображение. Вот такие сегодня экраны плазменные являются, но будем говорить, приборами, которые закрыли все, будем говорить, возможности эффективного использования электронных пучков для создания устройств отображения информации. Значит, ушли в прошлые электронно-лучевые приборы, и такие электронно-лучевые приборы сегодня уже не являются основой, значит, телевидения, основой асфилоскопии и других направлений использования устройств отображения информации. Здесь уместно еще сказать о квантовых точках. Квантовые точки сегодня тоже являются очень и очень популярными. Значит, что собой представляют квантовые точки? Ну, вот вы видите, что это вам стандартная, значит, структура, когда есть полупроводник, которым есть зона проводимости, валентная зона и, значит, объемная зона и структура позволяют нам формировать, значит, выход изображения. Вот эти изображения строятся на основе квантовых точек. Вот, значит, у нас квантовая точка – это вот, значит, линии, уровни, и здесь уровни, и происходят переходы с определенных уровней на определенные уровни. Раз эти уровни разные имеют энергетическую зону, вот, то H не уровень, а дельта Е. И вот, значит, мы имеем любое, значит, значение частоты в зависимости от того, какие мы использовали уровни в валентной зоне, в зоне проводимости. Вот вам здесь цветные красные, значит, зеленые, синие цвета. Значит, с одной стороны, вот, допустим, синий цвет, он, значит, самый последний, имеет самую большую энергию, вот, потому что красный цвет, а H не у него, значит, соответственно, небольшая, но и промежуточный зеленый цвет. Вот из этих квантовых точек сегодня формируются большие, значит, структуры, которые позволяют довольно эффективно преобразовывать энергию. Вот излучение квантовых точек. Значит, вот вы видите, квантовые точки, значит, они небольшие, несколько нанометров, вот они, и благодаря тому, что мы, значит, берем различные длины волн, мы можем создавать с помощью квантовых точек широкий набор цвета разрешения. Ну, вот в данном случае показаны синие точки, синие точки, очень перспективное направление, и сегодня это основная, основной способ. Значит, из квантовых точек создаются искусственные атомы. Вот, значит, квантовые точки основы технологии нового поколения полупроводниковых приборов, лазеров, диодов, ячеек, солнечных батарей. Вот, видите, на основе квантовых точек, значит, можно создавать различные структуры с различными наборами цветовых, ну, не изображений, а цветовых областей. Кстати, вы знаете, где можно посмотреть на квантовые точки в большом объеме? Знаете? Кремлевские звезды. Кремлевские звезды, пойдите посмотреть на них, они сотканы с квантовых точек. Вот, ну и, значит, применяются сейчас и дисплеи на квантовых точках. И дисплеи на квантовых точках. Вот такие дисплеи, вот здесь их конструкция, все светофильтрами, вот, значит, разрез, значит, структуры квантовых точек, вот, и, значит, вот мы видим, что на жидких кристаллах и на квантовых точках мы имеем возможность сформировать структуры. Вот эти структуры сформированы на квантовых точках и на жидкокристаллических дисплеях. Значит, вот это сегодня основа всей, ну, будем говорить, телевизионной техники. Ну и вот, значит, здесь сравнительный анализ. Вот сравнительный анализ, значит, при хорошем освещении видно, что, значит, на квантовых точках более четкая картина, нежели на жидких кристаллах. Вот они. Значит, вот такая ситуация. Ну и в конце, значит, рекомендованы книжки. Да, вот рекомендованы книжки. Значит, это электроника, часть первой вакуумной плазменной электроники. Такая книжка под моим аторством есть в библиотеке, и желающие могут взять ее и изучать по ней то, что вот сейчас в лекции было прописано. И более, будем говорить, древняя книжка электроника. Здесь тоже есть вопросы, связанные с квантовыми точками, и можно и там провести изучение. Спасибо за внимание. Это последний кадр. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть вопросы? У матросов нет вопросов? А? Понятно. Все понятно? Так, сколько у нас по времени? Час. Ну, хорошо. А вот этот молодой человек, Иван Шандра, это кто? Это, видимо, один из студентов. А? Один из студентов. Один из студентов. Вы его не знаете, да? Угу. Так. Ну, давайте следующий, твердотельная электроника. В конце прошлого и в начале, да, в начале прошлого века, значит, возникла потребность создать твердотельные приборы электроники. Потребность эта связана с тем, что вакуумные приборы, они, так сказать, менее устойчивы в механическом плане. Это первое. И второе, они не такие эффективные в преобразовании энергии, как твердотельные приборы. К этому времени уже появились новые твердотельные приборы на основе транзисторных структур. Вот транзисторные структуры в дальнейшем легли в основу твердотельной электроники. И вот, значит, твердотельная электроника – это раздел электроники, изучающий физические принципы работы приборов и устройств, в которых движение электронов и дырок происходит в объеме твердого тела, а также формируются принципы конструирования электронных устройств, построенных на основе твердотельных приборов. Вот такая очень интересная, значит, структура. Ну, вот это, так сказать, для студентов младшего возраста. Такая красивая картинка. Фотоприбор идет на консультацию к твердотельным приборам. Значит, что легло в основу конструирования твердотельных приборов? Вот зонная структура полупроводников, которая, значит, является классической. Значит, она состоит из двух, из трех областей. Одна область – это зона проводимости. Это характерная для полупроводников. Другая область – это валентная зона. И третья область – запрещенная зона. Запрещенная зона. Вот три зоны формирует структуру полупроводников, которые очень, будем говорить, эффективно используются в создании приборов твердотельной электроники. Очень эффективно. Ну, и здесь надо сказать, что вот эта небольшая запрещенная зона, она состоит из примерно одного-полутора электрон-вольт. Но зона проводимости достаточно большая, и валентная зона тоже достаточно большая. Вот созданный на основе вот этой структуры двумерный прибор – это диод. Вот его вольт-амперная характеристика. И У. Вот такой у диода вольт-амперная характеристика. Вот полупроводниковые диоды нашли широкое применение в электротехнической бытовой промышленности, электротехнической. Ну и вообще, значит, это основа всей, так сказать, науки создания твердотельной электроники. В дальнейшем, значит, диод был преобразован в транзистор. Это было огромное достижение в 20-е, 30-е годы, когда, значит, был создан твердотельный прибор преобразования энергии – транзистор. Транзистор. Значит, вот есть два типа транзистора. ПНП и НПН. Ну, известно, что это П – это что? Да, Н – электроны. Опять, значит, у нас дырки. Здесь, значит, электроны, дырки, электроны. Значит, два типа. Значит, вот ПНП и НПН. Вот такие транзисторы, значит, созданы с базой, коллектором и эмиттером. И здесь база, коллектор и эмиттер. Значит, вот здесь у нас работает, значит, П, здесь работает Н. Значит, вот такие транзисторные структуры были созданы примерно в 30-е годы прошлого века. и, значит, они заняли достойное место, вытеснив в многих областях электронные лампы. Вот, значит, вот такая структура транзистора, которая, так сказать, получила распространение в практических приборах. Первые транзисторы, вот они. Первые транзисторы, они не были похожи на электронные приборы, которые всегда сделаны с огромной любовью, всегда сделаны без всяких, так сказать, нависающих частей и прочее, прочее. И, тем не менее, первый транзистор, это, когда был создан, он позволил провести первую транзисторную революцию. Значит, 30 мая 1948 года был впервые открыт, значит, транзистор в Нью-Йорке, приуроченный к выходу статей Фьюзик-Сриве. Значит, было введено доименование транзистор от, так сказать, значит, типа проводимости, вот. Ну и, значит, вот созданный транзистор, значит, был, автором его были созданного транзистора три великих американца. Барнин, Шокли, Браттен. В лаборатории Белл. Вот они, эти тройка, которые создали в 1956 году, были награждены Нобелевской премией по физике за исследование полупроводников и открытие транзисторного эффекта. Интересно, что Джон Бардин вскоре был застроен Нобелевской премией во второй раз за страдание теории сверхпроводимости. Вот очень интересный человек был Бардин. Что касается нашей страны, значит, у нас были тоже свои великие инженеры, которые создали для оборонки тоже транзисторные структуры. Значит, это в основном базовые институты физтеха, вот. И, значит, эти базовые институты физтеха создали транзисторные структуры, которые по своим... не отличаются по характерам и по характеристикам не отличаются от тех, которые создала вот эта Великая Тройка. И вот вы видите, значит, номиналы транзисторов отечественных, которые за два года... Значит, вот они, транзисторы, вы видите, диоды и так далее, и так далее, которые за два года восполнили все те потребности, которые предъявила, значит, промышленности, другая промышленность, значит, оборонная промышленность. И вот здесь приведены три способа включения транзистора в режим усиления сигнала. Значит, вот это с общим эмиттером, эмиттером, с общей, так сказать, базой. Вот это у нас, значит, с общим эмиттером. И вот у нас с общим коллектором. Вот с общим коллектором. Три способа включения. Так, что у меня? Не хочет... А, нет, вот. Вот, три способа включения. И вот выходные характеристики. Значит, если база эмиттер, значит, вот такая характеристика. И вот набор характеристик, значит, если у нас, значит, коллектор базы. Вот такие входные и выходные характеристики. Значит, вот такая структура транзисторов позволила создавать уже приборы. Приборы, значит, электронной техники, твердотельных приборов электронной техники, значит, для выполнения всех функций радиотехнических. Вот созданный был вскоре полевой транзистор с изволилированным затвором. Вот он, полевой транзистор с изволилированным затвором. Вот вы здесь видите, как этот транзистор устроен. Он устроен таким образом, что исток, исток, и, значит, управляется затвором. Вот она, видите, управляется затвором. И вот здесь, здесь создается канал, по которому движутся электроны. Вот такой вот транзистор с такой характеристикой. Был изолированным затвором, создан во многих странах. Вот, и, значит, позволял создавать приборы довольно, так сказать, высокого качества с измеримым с качеством на электронных лампах. С одной только особенностью, что он был более эффективен, более, значит, интересен для исследователей, потому что это был твердотельный прибор. Не надо было откачка, не надо было, значит, облакоплазмы и так далее, и так далее. Вот первый интегральный транзистор, как его называли, Воловий глаз. Вот, это вот вторая транзисторная революция. Значит, тот транзистор, который мы видели раньше, но он был такой, что, вот, я еще раз вернусь к этому. Вот он, вот это первый транзистор. Он был такой, что когда, значит, ученые предложили его военную аппаратуру, на них руками замахали военные и говорят, даже вот такую крокатицу, мы можем, не можем поставить свои приборы военные. Поэтому не годится нам это. И они отказались от этого транзистора. И вот тогда был создан вот этот транзистор. Вот, этот транзистор, который получил название «Бычий глаз». «Бычий глаз». Вот, и это, значит, начало второй транзисторной революции. Вот этот транзистор, вот это, значит, у нас, значит, эмиттер, база, коллектор, все вот здесь есть. Ну и вот здесь уместно, значит, показать первую интегральную схему на этом транзисторе. Вот первая интегральная схема. Триггер. Триггер. Знаете, что такое триггер? Сейчас очень часто употребляют слово «триггер». «Спусковой крючок». А? «Спусковой крючок». Правильно, «Спусковой крючок», «Триггер». Вот. Потому что он, значит, открывался, закрывался, вот. И, значит, ему дали название «Спусковой крючок». То есть, вот эта вот схема на двух транзисторах позволяла создавать, ну, говорим, «Спусковой крючок» или устройство для формирования и включения интегральной схемы. Ну и тут надо сказать, что очень широко начал развиваться, значит, идея создания твердотельных фотоэлектронных приборов на основе транзисторного эффекта. Вот вы видите здесь фотодиод, светодиод, фототранзистор. Значит, фототранзистор, вот обычный транзистор, и когда на него светит, так сказать, пучок, он начинает работать как фототранзистор. У него опять амбидер, база коллектор, и у нас вот такой транзистор работает. Значит, вот, значит, ф равно нулю, вот ф, значит, не равное нулю, вот. И вот запускается с такой характеристикой, получается, фототранзистор. Также здесь надо сказать, что очень интересное направление – это флэш-память. Флэш-память – это вот такая флэш-память, значит, размещение зарядов на плавающем затворе транзистора. Вот, вот плавающий затвор, и вот размещение зарядов. Он позволяет хорошо, значит, перемещать эти заряды и регулировать работу транзистора. Снятие заряда, стирание выполняется методом квантомеханического туннелирования фаулера Норхэйма. Вот это такое туннелирование, значит, туннелирование сейчас очень и очень важное. Значит, благодаря туннелированию, значит, человечество поняло, что уже транзисторный эффект не позволяет создать бесконечное количество транзисторов, значит, с малыми параметрами, которое бы использовалось в структурах, в полупроводниковых структурах. Ну, и вот, значит, здесь конец. Опять же, есть, значит, в части, вот, часть вторая микроэлектроника. Там эти вопросы изложены, твердотельные электроники. И здесь вот в этой книжке структуры и схемы. Книжки есть в библиотеке, можно взять и готовиться. Спасибо за внимание.